Тюменский CGPods от CaseGuru новый золотой стандарт беспроводных наушников. CGPods по качеству сравнимы с Apple, а по функциям превосходят. В 4 раза дешевле яблок и чуть дороже бюджетных Xiaomi. Forbes признал гаджеты CaseGuru лучшими из всех недорогих и самыми недорогими из лучших. Теперь CaseGuru установили золотой стандарт пауэрбанков. Посмотрели на скучные зарядки Xiaomi и выкатили свои, навороченные и неубиваемые тюменбанки. Подороже, но функциональнее. CGPower Magic – пауэрбанк швейцарский нож. Самые ходовые зарядки для любого гаджета, плюс беспроводная зарядка. Таковы сибирские традиции неубиваемых гаджетов. Тюменский банк CGPower Pro сделан из прочнейшего авиаалюминия, а не хрипкого пластика. Тюменбанки показывают уровень зарядки с точностью до процента. Никаких непонятных точек и палочек. А еще тюменцы выкатили супер гаджет для автомобилистов. Неубиваемый банк-реаниматор для авто 4 в 1, стартер для двигателя, портативный насос, пауэрбанк, фонарик. В него встроен насос, шланг и 4 насадки. Можно подкачивать шины авто или велика, матрас и мяч. Сервис Кейс Гуру уникален. Доставка 2-3 дня по России, Белоруссии, Казахстану. Ссылка и промокод в описании. Сегодня о том, для чего понадобилась модернизация лучшей ракеты нашей армейской авиации Элмур, а также наша новейшая ракета Х-69 для Су-57, быстрая, точная, малозаметная, уже на вооружении. Но обо всем по порядку. На фото Ми-28НМ с ракетами Элмур. Легкая, многоцелевая управляемая ракета. О ракете Элмур стало широко известно летом 2022 года, когда некоторые телеграм-каналы, связанные с авиацией, стали частенько показывать очень динамичные ролики с финальной частью ее полета. Так выяснилось, что попасть в форточку – это не фигура речи, а самое что ни на есть реальность. Армейская авиация в лице Элмура, еще известного как изделие 305, получила длинную руку и возможность наносить удары, не входя в зону действия ближней противовоздушной обороны. Помимо точных ударов, Элмуры самостоятельно осуществляли объективный контроль фактически до момента попадания в цель. Выглядело это почти так же, как у беспилотников Камикадзе Ланцет, с той лишь разницей, что летело изделие 305, 8 раз быстрее, более 800 км в час, и имело 25-килограммовую боевую часть. Изначально носителями Элмуров могли выступать только специальные модификации заслуженного ветерана Ми-8, но со временем их интегрировали с основными ударными машинами нашей армейской авиации. Сначала СМИ-28МН, а затем и прекрасно зарекомендовавшими себя нынешним летом красавчиком К-52. Сегодня помимо очень хорошо показавших себя вихрей, аллигатор может нести до четырех таких изделий. Элмуры подняли огневую мощь наших винтокрылых на невиданную для вертолетов высоту и позволили совершать результативные действия там, где раньше эти машины использовались крайне редко. Например, когда речь шла о монолитных строениях или полевых укреплениях. Фирменной фишкой новой ракеты стал хирургически точный удар по слабозащищенной части здания или укреплений. Много раз приходилось видеть, как они действительно проникали в приоткрытое окно и при определенном везении могли сложить даже капитальную постройку. Каждая ракета весит около 100 килограмм, летит со скоростью 200 метров в секунду и несет боевую часть 25 килограмм на расстоянии до 20 километров с убийственной точностью. Первые Элмуры, как и многие наши новые виды вооружения, были применены в Сирии. У этой ракеты есть один интересный факт в боевой биографии. Изначально она проектировалась как средство специальных операций для спецназа Федеральной службы безопасности. Специально созданные для ФСБ вертолеты Ми-8А МТШ ВН Сапсан неоднократно вылетали на разные деликатные задания и Элмуры непрошенными гостями заглядывали в бандитские схроны. Вплоть до 2021 года, когда экспортная версия изделия 305 была показана зарубежным гостям форума «Армия», факты его применения находились под грифом для служебного пользования и кино, которое мы наблюдаем теперь регулярно, тогда могли видеть только допущенные государственным секретом лица. Но в 2019 году ракету заприметили военные и из-за задержки в разработке дальнобойных вертолетных ракет класса воздух-поверхность Гермес решили испытать Элмур в качестве полумеры. Получилось все очень кстати. В 2021 году ночные охотники сирийского контингента впервые нанесли удар по одной из запрещенных группировок в провинции Идлиб. Ракета показалась превосходной, компенсируя не самую большую боевую часть необычайно высокой точностью. Эта точность сохранилась и потом в условиях жесткого противодействия средств РЭП и мобильных зенитных систем в куда более интенсивном конфликте. Случаи, когда неприятелю удавалось сбить или отвезти Элмуры, на сегодняшний день не фиксировались. Ракету достаточно быстро заметили на Западе и сразу же стали сравнивать ее с флагманской ракетой для американского вертолета AH-64 Apache, знаменитой AGM-114 Hellfire. Западная разработка по большинству параметров от радиуса действия до массы боевой части от изделия 305 заметно отставала. И главное, что делало Элмуры особенно популярными, это четкое знание того, попала ракета в цель или нет. До самой последней секунды она передавала сигнал по двухстороннему каналу связи и даже открывала оператору возможность исправить ошибку, быстро перенацелив снаряд на другой объект. К февралю 24 года зафиксировано более сотни результативных ударов Элмур в основном построении. Американский журнал Drive назвал изделие 305 самым эффективным средством поражения, занимающим пустую нишу между традиционными вертолетными ПТУРами и полноценными ракетами класса воздух-поверхность. И тот факт, что в начале этого года Ростех заявил, что ракета будет серьезно доработана, многих западных экспертов откровенно удивил. По их мнению, наши разработчики и без того прыгнули выше головы и сделали очень приличную ракету, затмившую даже невероятно популярный Hellfire, долгое время считавшийся образцовым и непревзойденным вертолетным боеприпасом. Но, как говорится, нет предела совершенству. В модернизации изделия 305 будут учтены все аспекты нового боевого опыта и его обещают сделать по-настоящему массовым и более бюджетным. Появится специальная версия для бронетехники с тандемной кумулятивной боевой частью и объемно детонирующим боеприпасом. В общем, целая линейка, как и полагается хорошей серийной ракете. Ну а теперь перейдем к новейшей ракете Х-69 для Су-57, которая уже находится на вооружении. Не секрет, что Су-57 среди самолетов пятого поколения один из самых воюющих. Его коллеги пятого поколения на службе уже десяток лет минимум, например, F-35 «Молния-2», а F-22 уже более двух. Но послужные списки никак не соответствуют количеству нулей в сумме в контракте. Самый крупный трофей F-35 даже на фоне интенсивной работы авиации в газе одна единственная крылатая ракета «Хуситов». Цель, прямо скажем, не из сложных. Ну а про «Раптор», как говорится, либо хорошо, либо ничего. На исходе карьеры у первого стелс-истребителя в списке сбитых один жалкий китайский воздушный шар. Для «Чуда самолета», розничная цена которого заметно выше 300 миллионов долларов за единицу, это какой-то позор. И с каждым годом все меньше шансов, что этот порядок расширится. Так что наш Су-57 с зафиксированными пораженными самолетами и операциями против неприятельского ПВО в этом ряду стелс-проектов явно боец заслуженный. Ни электронные разведчики в виде аваксов, ни система «Вираж» его не видят. Об этом говорилось уже многократно. Изредка только спутники военного и двойного назначения выхватывают место его очередной временной дислокации. И то в последнее время таких снимков не попадалось, а они очень быстро распространяются по военным сетям. А теперь мы знаем, что российский самолет-невидимка постоянно обстреливает наиболее важные цели такими же малозаметными ракетами. Наконец, получено точное свидетельство, что сверхсекретная ракета Х-69 не просто существует в рамках выставок и красочных рекламных проспектах концерна КРТВ и наследников МКБ «Радуга» из Дубны, но и применяется нашей авиацией. Чем же интересна эта разработка? Ну, во-первых, это оружие создавалось специально для Су-57 с габаритами, подходящими для его внутренних оружейных отсеков. В принципе, это и есть один из косвенных признаков нового поколения, что для него делается и оружие, соответствующее выполняемым им задачам. Су-57 способен вместить во внутреннем отсеке до четырех таких ракет. Ее дальность более 300 километров, что гарантирует не вхождение в зону контроля ПВО противника, а новая силовая установка имеет еще и высокий конструктивный резерв. За такую дальность у нас отвечал старый добрый овод Х-59, сводки о применении которого мы видим ежедневно. Но его уже неплохо научились перехватывать мобильными комплексами, да и в целом ракета хоть и модернизируется, но ей уже полвека. На решение, примененный в проверенном боями высокоточном оводе, для новой ракеты тоже оказал влияние. Ее последняя модификация Х-59 МК-2 даже внешне походит на новинку. Но разница есть и она как раз запрятана внутри изделия. Предшественница Х-69 тоже хороша, ее активно используют помимо фронтовых бомбардировщиков Су-34 еще и наши истребители Су-30 и Су-35С. Для относительно небольшой ракеты у Х-69 достаточно мощная боевая часть, а модульная конструкция позволяет устанавливать на каждый из них боеголовку, отвечающую текущей задаче изделия, осколочно-фугасную, бронебетонобойную, кассетную. По заявлениям разработчиков, это одна из наших самых точных ралатых ракет с КВО не более 3 метров. За счет специальной формы и применяемых для корпуса материалов, ракета имеет эффективную площадь рассеяния даже ниже, чем у ее западных коллег. Французско-британской Scalp, EG Storm Shadow, американской AGM-158 JASM и германской Taurus. В общем, ровно такое оружие, которое и нужно самолету, претендующему на звание Stealth. Неприятельская ПВО должна обнаруживать такую ракету, когда на реакцию времени уже не остается.